Добрый день. Меликов Солтан-Анверс, старший научно-сотрудник хирургического отделения абдоминальной онкологии Российского онкологического научного центра. Позвольте выразить благодарность организаторам за возможность участия в работе Конгресса. Хотел бы сказать, что проблема раковой кохексии, она, наверное, одна из важнейших проблем клинической онкологии и проблема такая, несколько недооцененная хирургическим сообществом, наверное. И актуальность ее, наверное, объясняется высоким удельным весом пациентов с этой патологией и влиянием раковой кохексии и нутративной недостаточности на возможность проведения специфической противоопухолевой терапии. Наша клиника пока не обладает опытом такого централизованного, какого-то структурированного исследования в этой области, но мы планируем, мы находимся в начале этого пути и результаты, наверное, будем докладывать позже. Сейчас бы хотелось бы остановиться на некоторых вопросах проблем раковой кохексии с точки зрения пациента хирургического стационара. Раковая кохексия – это такой многофакторный синдром, который включает в себя, как известно, снижение массы тела, потерю мышечной массы, которая не может быть предотвращена обычным питанием и стандартной нутритивной поддержкой. Также ведет к прогрессированию функциональных нарушений. Актуальность, как я уже сказал, она в цифрах 20% летальности онкобольных по этой причине и более половины больных с нутритивной недостаточностью, которые первично поступают в клинику, делают проблему раковой кохексии чрезвычайно актуальной. Стадии раковые кохексии определяются по степени потери массы тела и степени метаболических нарушений и делятся на прекохексию, кохексию и рефрактерную кохексию. Необходимо сказать, что рефрактерная кохексия с точки зрения клинициста – это, наверное, в большей мере уже финальная стадия, когда терапевтические действия заменяются больше поддерживающей терапией, во всяком случае для хирургической клиники. Патогенез раковой кохексии тоже многокомпонентный. Здесь имеет место анорексия, которая связана с центральными механизмами нарушения пищеварения, с гиберметаболизмом, который характеризуется всеми видами нарушения всех видов обмена – белкового, углеводного, жирового и дисфункции желудочно-кишечного тракта, как непосредственно в результате влияния опухоли, так и так называемая ядрогенная, которая возникает в процессе лечения, противоопухолевой терапии. И наиболее часто встречающийся синдром – это синдром анорексии кохексии, который, к сожалению, также имеет серьезные последствия и также возникает далеко не на ранней стадии этого заболевания и характеризуется анорексии, потери мышечной и жировой ткани и психической дезадаптации. Частота достаточно большая – от 60 до 83%. И вот патологические состояния, которые приводят при раковой кохексии к таким явлениям, как истощение резервов, ограничение потребления, катаболические нарушения и как исходы влияют на физическую активность, на качество жизни, выживание и результаты лечения. Принципы лечения раковой кохексии складываются из нескольких факторов. Прежде всего, это скрининг и раннее вмешательство. Это тот момент, когда можно еще как избежать этого осложнения, так и избежать тяжелой формы раковой кохексии. Это прежде всего скрининг. Фармакотерапия раковой кохексии включает несколько групп препаратов и входит в мультимодальную терапию, так же, как и нутритивная поддержка, режим физических занятий и поддерживающая терапия. Вот вы видите несколько, довольно-таки много факторов, которые входят в мультимодальную терапию. Для нас, как хирургов, наверное, большее значение имеет адекватная нутритивная предоперационная поддержка этих больных. Скрининг позволяет выявить пациентов на различных стадиях кохексии, прекохексии, кохексии, рефрактерной кохексии. И по рекомендации Европейского общества парентерального питания каждый больной, поступающий в клинику, это, конечно, достаточно в идеальном варианте, должен обязательно проходить скрининг на предмет возможного выявления дефицита массы тела или нутритивной недостаточности для своевременной коррекции. И эти слайды уже показывались. Первичный скрининг, который проводится именно на первые сутки. Вопросы, связанные с индексом массы тела, с достаточным объемом питания в плане энергетических затрат организма и сопутствующих заболеваний. При положительном ответе дальнейшее продолжение скрининга, при отрицательном ответе еженедельный скрининг, который должен проводиться, что, в принципе, сегодня достаточно проблематично, пока еще в организационном плане для хирургической клиники. И при соответствующем наборе баллов, если имеется набор этих признаков, то определяется показание к нутритивной терапии. Критерии начала лечения. Потеря массы тела более 5% уже является показанием к началу лечения раковой кохексии, а показания к раннему вмешательству, это наряду с потерей массы тела, это сниженный рацион питания и высокий С-реактивный белок, то есть признаки системного воспаления. И вот фармакотерапия, она включает несколько групп препаратов. Это препараты, стимулирующие аппетит, прогестативные препараты, которые имеют как положительные, так и отрицательные свои стороны. В частности, магистрол ацетат, он характеризуется по данным исследований тем, что набор веса идет в основном за счет жирового компонента, за счет отека, а также он способствует уменьшению тестостерона, что в этих условиях прогестативные препараты способствуют уменьшению мышечной ткани. Препарат, уменьшающий катаболизм скелетной мышцы и козапантоеновая кислота. Здесь из нескольких препаратов тоже проводились исследования, и вот этот препарат достаточно стабильен в плане побочных эффектов, меньше других, по сравнению с другими препаратами, меньше побочных эффектов, и в связи с этим имеются показания к его применению. Также речь идет о неспецифических противовоспалительных средствах. Препараты, способствующие анаболизму скелетной мышцы и тестостерон, также применяются с целью наращивания мышечной массы. И наиболее весомый, на наш взгляд, и с точки зрения патогенетического лечения раковой кахексии, и в практическом плане, это нутритивная поддержка раковой кахексии, которая возникает на фоне нутритивной недостаточности и способствует, как было показано в результате синдрома анорексии кахексии, когда нарушаются центральные механизмы пищеварения и способствует усугублению нутритивной недостаточности. Определение нутритивной недостаточности, как и состояние питания, при котором дисбаланс энергии белков и других питательных веществ, который ведет к измеримым нежелательным эффектам, и, соответственно, нутритивная поддержка способствует восстановлению и коррекции энергетической и белковой недостаточности. Достаточно высокие цифры нутритивной недостаточности – это до 80% у онкологических больных. У 40% онкологических больных не позволяет провести адекватное лечение, но я думаю, что в этот процент надо включить и тех больных, которым проведено специализированное такое лечение, в том числе и достаточно травматичное оперативное вмешательство, без определения первичного нутритивного статуса, потому что неблагоприятный вариант лечения при этих вмешательствах – это результат, не исключено, что результат и неадекватной оценки нутритивного статуса в предоперационном периоде. И такая же недостаточность нутритивная может развиться при проведении противоопухолевого лечения, когда потеря массы тела более 10%. И такое состояние может быть почти у половины больных. Термин «нетрогенная нутритивная недостаточность» применима к недостаточности при хирургических лечениях и при других видах противоопухолевой терапии – это химиотерапия, лучевая терапия, когда появление побочных эффектов терапии не позволяет адекватно принимать пищу и, соответственно, развивается нутритивная недостаточность. Цель нутритивной поддержки прежде всего – это поддержание оптимальной массы тела, предотвращение или коррекция дефицита нутриентов, источников энергии и пластического материала, повышение переносимости противоопухолевой терапии, снижение побочных эффектов, повышение уровня качества жизни. Но наиболее важным аспектом, конечно же, является повышение переносимости противоопухолевой терапии. Среди локализаций онкопатологии довольно высокие цифры. В нутритивной недостаточности имеет злокачественное поражение желудка, поджелудочной железы и пищевода. Кроме тех факторов, которые обуславливают нутритивную достаточность у общей когорты больных, хирургические больные страдают этой патологией вследствие достаточно обширных объемов хирургического вмешательства, значительной кровопотери при этих вмешательствах, выбросы гормонов стресса, усугубление процессов катаболизма и гиперметаболизма, которые возникают в средстве лечения. И что эти все факторы достоверно увеличивают послеоперационные осложнения, такие как назокомиальная пневмония, нагноение послеоперационных ран и других. Отдельно нужно рассмотреть и пострезекционные синдромы, которые могут привести к достаточно тяжелым нутритивным последствиям у больных с нормальным показателем нутритивного статуса. Это нарушение утилизации белков, жиров, кальция, демпинг-синдром, анемия при хирургических вмешательствах на желудке и нарушение всасывания воды, электролитов, макро- и микронутриентов, а также тяжелая диарея при резекционных операциях на тонком и толстом кишечнике. Принципы нутритивной терапии в хирургической клинике включают прежде всего оценку питательного статуса больного, определение степени нутритивной недостаточности, определение необходимости предоперационной нутритивной терапии, выбор метода пред- и послеоперационной нутритивной поддержки и подбор питательной смеси. По рекомендации Европейского общества энтерального и парантерального питания пациенты с высоким риском развития питательной недостаточности нуждаются в предоперационной подготовке в течение 10-14 дней. Какие показания к предоперационной нутритивной поддержке? Это дефицит массы тела более 10% от идеальной массы тела, потеря массы тела более 5% за 6 месяцев, индекс массы тела менее 18,5 кг на метр квадратный, гипоальбуминемия менее 30, сопутствующий сахарный диабет 1 и 2 типа и выраженная сопутствующая патология. Способы нутритивной поддержки известны – это сиппинг, энтеральное зондовое питание, энтеральное питание через стому и парантеральное питание. Среди методик нутритивной поддержки наибольшее значение имеют сочетание пероральной диеты с приемом энтеральных смесей, сочетание энтерального зондового и парантерального питания, частичное или полное парантеральное питание и энтеральное зондовое питание. Этапы нутритивной коррекции хирургических больных выявляют самую главную проблему – это первичная оценка нутритивного статуса больного. Вопрос, кто должен это проводить и где это делать, до сих пор остается все-таки краеугольным, поскольку единичные хирургические клиники сегодня проводят полноценную диагностику и полноценную коррекцию нутритивной поддержки. Учитывая достаточно жесткие требования в плане обязательного медицинского страхования, проводить это в условиях клиники не представляется возможным, поэтому вся эта ноша ложится на поликлинического врача. В крупных центрах поликлиники являются частью клиник. Что касается онкологических диспансеров, там, наверное, будет это все труднее, поскольку поликлиническому врачу необходимо не только проводить оценку, но и подключать лабораторные службы с целью оценки эффективности проведения лечения. Поэтому в организационном плане, наверное, в хирургических клиниках проведение вот первого этапа, самого главного этапа, который позволяет избежать развития запущенных стадий раковой кахистики или вообще избежать раковой кахистики, к сожалению, вот этот самый первый этап и является проблематичным. И проведение предоперационной коррекции у больных с ненарушенным функцией желудочно-кишечного тракта можно вполне проводить амбулаторно. Что касается поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта, к примеру, или требующих зондового питания или стомированного питания, то эти методы лечения на сегодняшний день проводятся в клинике, и амбулаторно эти методы не проводятся. Ну, про сиппинг уже было сказано, это достаточно эффективное высококалорийное питание, смысл которого заключается в максимальных концентрациях питательных веществ в минимальных объемах, которые принимаются пероз и обладают достаточно высокой эффективностью. Такая же ситуация с зондовым энтеральным питанием, также высокое содержание белка, повышенная доля жиров и достаточно высокий эффект нутритивного эффекта. Вот примеры зондов, двухпросветных, трехпросветных, которым проводится зондовое питание. Парантеральное питание включает в себя смеси с наличием как энергетического, так и пластического компонентов. Это может быть в раздельном содержании, флаконный метод, и может быть современные препараты 2 в 1, 3 в 1, которые также характеризуются высоким содержанием белка, наличием омега-3 жирных кислот и достаточно безопасности в плане влияния на жизненно важные органы. Преимущество энтерального питания в хирургической клинике, оно помимо всех остальных аспектов, связано еще с тем, что больным после достаточно обширных травматичных операций проводится массивная инфузионная терапия, которая не позволяет присоединять дополнительно нутритивное питание, также парантеральное. Поэтому у этих больных лучше проводить, если есть возможность, энтеральное питание, в частности энтеральное зондовое питание после хирургических вмешательств. Другое преимущество – это поддержание структурой функции кишечника, тоже много об этом говорилось, профилактика транслокации, поддержание всасывательной функции кишечника и сохранение иммунной системы. Доказательная база также достаточно весома и много рандомизированных исследований, которые доказывают преимущество предоперационной, не только преимущество, но и эффективность и необходимость предоперационной нутритивной терапии, таких как снижение частоты возникновения септических осложнений, снижение частоты развития послеоперационных осложнений и снижение летальности. Послеоперационный период, показаниям к проведению нутритивной поддержки, расширенные и комбинированные оперативные вмешательства на органах желудочно-кишечного тракта, диагностированная нутритивная недостаточность перед операцией, неадекватное пероральное питание за период более 10 дней, а также больную с моторно-эвакуаторными нарушениями после операции по поводу рака желудка. Применяется нутритивная поддержка при развитии послеоперационных осложнений за исключением перитонита, в том числе несостоятельность швов пищеводно-иунального анастомоза, несостоятельность швов желудочно-иунального анастомоза. В дальнейшем будут показаны исследования, где доказывается влияние на состоятельность этих швов при нутритивной поддержке. Метаанализ 837 больных при зондовом питании после оперативного лечения говорит об уменьшении частоты инфекционных осложнений, числа койко-дней, несостоятельности швов анастомозов, вот о чем была речь, раневой инфекции, пневмонии, интраабдоминальных абсцессов и послеоперационной летальности. По данным японских коллег, нутритивная послеоперационная поддержка оказывает влияние на выживаемость даже при палеотинных операциях, а также достаточно впечатляющие цифры 36% – это снижение частоты инфекционных осложнений. Прогностическими факторами послеоперационных осложнений и летальности, как известно, является сывороточный альбумин и количество лимфоцитов. Послеоперационные осложнения и летальность при уменьшении сывороточного альбумина и лимфоцитов в раздельности достигает нескольких раз – 4 и 6 раз. При этом при совокупности уменьшения этих показателей послеоперационные осложнения увеличиваются в 4 раза, а вот результат послеоперационной летальности, вам впечатляет, увеличивается в 20 раз при совокупном уменьшении сывороточного альбумина и числа лимфоцитов ниже критических норм. Мониторинг осуществляется лабораторными анализами общего белка сыворотки крови, альбумина, гемоглобина, лимфоцитов и массы тела. Противопоказаниями к энтеральному питанию являются механическая кишечная непроходимость, выраженная тошнота и рвота, некупирующаяся антиметической терапией, гипоксия, дыхательный и метаболический ацидоз. А самым главным противопоказанием парентерального питания – это возможность проведения энтерального питания, отсутствие адекватного сосудистого доступа, отсутствие белково-энергетической недостаточности, гипоксия и также дыхательный и метаболический ацидоз. И в заключении хотелось бы сказать, что регулирование кахексии требует целеустремленной и многодисциплинарной команды специалистов и проходит более успешно на ранних стадиях. Ключ к решению этой проблемы – профилактика. И если пациент с развившейся кахексией сильно истощен, то вмешаться в этот процесс с чем-либо, помимо поддерживающей терапии, не имеет ни практического, ни этического смысла. Режим физических нагрузок является методом повышения мышечной массы и снятия усталости пациента. Невозможно улучшить состояние всех, без исключения пациентов с кахексией, однако целью может быть стабилизация кахексии и предотвращение или задержка дальнейшего ее развития. На сегодняшний день не существует еще единой или комбинированной терапии, которая бы помогла во всех случаях кахексии, однако обратимые симптомы необходимо всегда лечить и оптимизировать нутритивную поддержку. Спасибо за внимание.